...беззаконные пути свои и за неправды свои. От всякой пищи отвращалась душа их, и они приближались ко вратам смерти. Но вызвали Господу скорби своей, и Он спас их от бедствия их. Послал Слово Свое и исцелил их, и избавил их от могилы. Володя, подожди, юноша сидит. Вы хотели что-то спросить, может быть? Да, я слушаю, да, молитва какая-то. Да, это псалтырь. Псалтырь, три тысячи лет назад написанная. Не из полики или... Нет, это из Библии взята книга. Центральная книга Библии. Посередине Библии находится псалтырь. В Библии, вот они корочки, если взять ее, в них находится 77 книг. Ну, бывает одна книга больше, другая меньше, но 77. А кто их написал? Сорок авторов. Писали 1600 лет ее. Собрано. Собрано, да. И вот они собраны книги в один переплет, и называется Библия, Святая Библия, которая говорит о сотворении мира, человека, о грехопадении, о предсказаниях, что Христос родится. Главное, это Христос, Личность. И Он умер за наши грехи. Это Евангелие уже. Евангелие означает благая весть. А дальше Деяния апостолов, послания и последняя книга Библии, Апокалипсис. О будущих судьбах мира. То есть верующие знают, как дальше события развиваться будут. Политологи не могут знать. Вы хотите, может, что-то спросить? Не знаю даже. Мы считаем Евангелие и считаем Псалтырь. Потому что люди Бога не знают, грешат здесь. Собираются для блуда в этой рулетке. Голые, творят блуд, занимаются анонизмом, открыто все делается. Такого ресурса нигде нет. Матерки непрерывные идут. Разговаривать даже не с кем. Одна погонь. Погонь пришла, как Содом и Гоморра. Бог выжжет это все. И мы сюда, проповедники, пришли, чтобы людям рассказать о Христе. Чтобы искали Бога. Чтобы эта бессмысленная жизнь приобрела свет другой. Преобразилась. Человеку надо бы народиться свыше. А вы знаете, сколько я видел верующих людей вокруг, и они все были не очень счастливые. У меня у товарища мама стала очень сильно верить в Бога. И с тех пор мы ее потеряли. А как потеряли? В чем заключается потеря? Она ходит в церковь. Она говорит только о Боге исключительно. С ней неинтересно стало. Ну так она не потерялась. Она нашлась как раз. Потеряны это те, кто Бога не знает. Она ее уволили с работы. Она потеряла работу. Она ходит в церковь. Она не виновата в этом. Она не виновата, что ее уволили. Это глупые люди. Она честно не сворует. Она всю силу отдает на работе. А ее уволили. Пусть будет жулик лучше на работе. Люди-то дурные. Без Бога. Ее уволили, потому что она стала там, ну, должным образом перестала выполнять свою работу. Это не правда. Она не стала, наоборот, она стала выполнять. Я вот работаю, у меня 35 лет стажу рабочего. Не то что замечание, а постоянно подчеркивают. Верующие, вот я ремонтирую базу, в два раза меньше краски уходит. Остатки я все верну. И это все, когда меня судили за Бога, в это время начальник, коммунист, все это говорит. Я понял, понял. Но верующие люди почему-то вызывают впечатление, наоборот, не очень счастливых людей. А нам зачем искать? Мы же перед Богом. Впечатления людей, которые... Я видел слишком много. Мне 80 лет. У меня за плечами 5 тюрем. 26 лет мучения и психиатрии, и все. Верующие со мной совершенно по-другому обращаются, чем с теми, которые рядом. На моих глазах убивали, там все. А я как на крыльях вышел. Я билетирован со всеми льготами. Скажите, а у вас есть дети? Вот вы как раз и будете сейчас сыном моим. Если вы обратитесь к Богу. Нет, я имею в виду, вот свои родные дети. Ну вот он, вот он стоит. А вы цените каких детей? Которые родились по плоти или по духу? Ох ты, ничего себе, серьезный вопрос. Ну, я думаю, а нельзя, чтобы было это одновременно и то и другое в одном? Можно, можно, но только трудно совместимо. Это редко когда. Вот у меня друг, он близкий друг. Он был начальник радиостанции Рокоссовского. Фронт прошел. У него 10 детей. И он верующий, по-настоящему. Его приговорили к расстрелу в свое время. Вот так. Есть дети? Знаете, как? У меня к этому отношение свое. Я ближе, наверное, к человеку, который не верит, чем верит. И, значит, я недавно услышал пословицу, что в окопах нет атеистов. И вот с тех пор я вот, наверное, придерживаюсь к этим людям, что когда надо, тогда, наверное, о Боге вспоминаешь. Это дядя Щукарь так говорит. Тащик говорит, Громушков дарит. Тогда натурально крещусь. А Макар Нагульный ему пистолет показал. Дурак-то. Он говорит, надо было после обеда прийти на сытый желудок, когда он в партию пришел поступать. Это Шолох Михаил Александрович пишет. Вот вы эти как? Вы лучше доверяете. Да как можно доверять неверующим? Он за границей, если неверующий, его свидетели не принимают, потому что он солжет. Он говорит, я видел, как убили, а его не будут принимать, потому что соврет. Неверующий – это вместилище уголовного кодекса. Он во всем виновен. Я работал с заключенными перед Богом 18 лет. И знаю это. Если человек не верит, ему никто не верит. Он в Бога не верит, ему никто не верит. У него все кверх ногами идет. Он 10 раз показания меняет, а все равно его посадят. Я понял. Но нельзя же верить в Бога настолько фанатично. Вы посвятили этому жизнь. Это не слишком небольшая... Так, я сейчас с вами буду разговаривать. Вы можете обойтись только без матерков, чтобы не ругаться? Я ни разу не позволил. Я прошу заранее говорить. Так вот, смотрите. Вот большая цена или небольшая? А что оценить? У меня ничего своего нету. Землю Бог дал. Воздух сотворил Бог. Свет, луну, солнце, пищу, одежду. Все Бог дал. Так кому я должен посвятить? Да он умер за меня, Иисус Христос. Умер. Да капли крови провел. И как я могу для себя жить? А не кажется ли вам, что у вас тогда получается слишком потребительское отношение? Все дали, все сделали, а вы ничего не сделали, не оставили. Детей не оставили. Да, подождите. Ничего не сделали. Подождите. Как вы этого определили? Я не оставил. Я оставил столько, что это удивляет весь интернет. Более счастливый человек... Нет, вы просто уже тогда не сказали, что нету. Я, естественно, вас не знаю. Я как бы... Я про это вам и говорю. Мы живем для Бога. И в каждом человеке мы должны увидеть божественную искру и обратить человека к Богу. Вот у вас сколько врагов? Вы не можете сказать. Сколько друзей? Вы не можете сказать. А у меня тысячи врагов только заблокировать пришлось за 7,5 месяцев. 7,5 тысяч, полдивизии, которые против. А может быть, десятки тысяч друзей приобретено. Потому что в Боге весы идут. Нигде-то. Если человек верующий в Бога, он имеет жизнь вечную. А неверующий жизни не увидит. У него все здесь. Только до могилы, лопухи и все. Ну, у тебя тысячу детей, ладно. У тебя был гарем. Нажил ты, растерял семя свое. Еще ты приобрел человек. Он не знает, что сказать. Здесь каждый шаг под контролем. Первая заповедь. Возлюби Господа Бога всем умом. Всей крепостью, всей душой, всем разумением. Все сто процентов должны отдать Богу. И это еще ничего не будет значить. Я понял. Объясните мне, пожалуйста, следующее. Вот я понимаю. Вот несколько примеров. Такие на ходу просто придумаю. Я понимаю, существуют люди, допустим, врачи. Они нужны для того, чтобы люди жили, лечить, убирать боль. Есть комбайнер, который там садит еду, хлеб делает. Он зачем-то нужен. Зачем нужен человек, который постоянно молится и верит? Зачем нужны эти люди, которые постоянно молятся, постоянно поют и только говорят только о Боге? Зачем нужны эти люди? Вот я скажу вам. Вы слышали, что есть такие премии по уму. Называется лауреат Нобелевской премии. А они эти лауреаты Нобелевской премии что-то в мире изобрели, оставили? Конечно. Конечно. 98% верующие. Что вам непонятно-то? Вот я печник. Мне не давали работать. Я прорабом работал. Меня уволили. Я учусь на моряка. Я в морфлоте служил. Добиваюсь разрешения сдать три курса за год по выбору комиссии на английском, немецком или французском. Выход за границу. Но меня в это время, я обратился к Богу в 23 года, меня в это время зажали. Все. Дальше начались по социальной лестнице шаги к верху, к низу. У меня нигде нет работы. Я 40 лет печником работал. У меня есть куда глянуть. У меня норма, выработка была первая по тресту. 280-300%. И качество только высшего качества. Строить дома большие, строители. Другие работают на заводах. У нас все работают. И как работают? Юристы, программисты. Это в настоящее время врачи. Все с красными дипломами кончают. А вы как решили? А вот верующий, он молится. Да, утром мы молимся. А днем работаем. Есть ночные молитвы. Да, да, я это слышу, потому что верующий, он вызывает впечатление бездельника. Так, вот смотрите. У вас ручка далеко? Нет, рядом. Четыре слова запишите. Во свете Библии. Во свете Библии. Так называется наш Ютуб. А моя фамилия Игнатий Лапкин. Вот если вы по скайпу вздумаете встретиться, только Игнатий Лапкин. Я один с этой фамилией и именем. Теперь у нас на Ютубе 14,5 тысяч роликов. Мы строим с нуля православную деревню, а их разрушено 21 тысяча. Что мы делаем? Мы совершенно невозможное делаем. Вот я, по милости Божьей. Вы в России? Ну, конечно. Алтайский край. Где кто поселяется? Я в Алтайском крае. Поселяется, может. Он доказать должен, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Тогда первый раз разговариваем с ним. А где в Алтайском крае? У нас там, знаешь, какая-то предтеча какая-то есть в Сорокино, там где-то под Доримском. Нет, это Мамонтовский район, в другую сторону. По обветке Барнаул-Куланда, по жизненной дороге, за Ребрихой. Я понял. Так, вот мне Господь позволил создать детский лагерь. Особый лагерь. Я много ездил по скаутским лагерям, за границей. Господь так сделал. И 45 лет. Не два дня. Вам 45 лет и нет, наверное. Да нет, конечно. А я 45 лет начальник, бессменный. Тысячи детей подняли. Ни рубля государство не дало. А мы стараемся за свой счет и без призорных. У нас немцы, сыгане, евреи. Но уезжая, все православные. Мы построили храм первым делом. Брат у меня священник. Жена агроном. Она сотрудничает с аграрным университетом. Там семена там что-то такое делает. Брат каменщик. Он священник. И он везде дома. Наши все, его рукой выложено. Нам есть что показать конкретно. Вот мне Господь позволил написать 38 книг, томов. Каждая книга, 752 страницы. И мы приобрели «Газель» и проехали с Барнаула до Владивостока. А отсюда ехали до Лиссабона, Португалия. Прошли Скандинавию, Прибалтику. И подарил я везде в библиотеке 38 книг, которые жизнь дают, возрождают. На 35 миллионов подарок сделали. Это никто не сделает. Это нельзя. Во-первых, такого материала у никого нет. Это не просто так, а 38 бумажных вариантов. У меня еще 7 томов, которые в электронной версии. 4 тома по 800 страниц стихов моих. 85 из них песнопения. Это Бог делает. У меня таланта никакого такого нет. Представьте. 3 467 стихотворений по 9 куплетов. И ни одной помарки нет. Написаны все как с чистого листа. Как это может быть? Это никто не поверит в это. Почему? Бог дает. Я только успеваю записывать. Это Бог дает. Мы говорим о вещах, которые несовместимы с вмещением сюда, чтобы Бог дал. Я отвел это на древесину. Это муза называется. Как говорите? Повторите. Муза, муза это называется. Музыка? Нет, ну, нет. Вдохновение. А, муза, муза. Ну, я понял. Это Господь делает. Вдохновение от Бога. Слово вдохновение, Господь вдыхает, дает. Я в 23 года. Я пошел к вам на YouTube канал. Я вас увидел. Вот увидели? Вы найдете против меня 250 роликов составлено примерно. Почему? Потому что мы говорим, обличаем и правителей, и священников, чтобы все делали правильно. Это в пророческом духе. Вот смотрите, какая книга. В ней ответ на все вопросы. Вот напишите в «Освете Библии» и напишите сайт. На сайте там мои книги. А рядом 55 папок. Я отмечаю студентам в университетах на 4124 вопроса. Это политика, экономика, социология. Все, все, все по папкам. И вы найдете там все. Евреи. Полностью 176 вопросов про евреев. Отдельно мусульманство. Я разбираю Коран, и что за 1300 лет о них было сказано. Какие политические деятели. Евреи – это три тома. За 3600 лет что было сказано самого важного об евреях. Это энциклопедии. Это понимают люди. А вы какой верующий нет? Это Бог дает. Это ответ на молитвы. Если у меня такая выработка была на работе, а мне 80 лет, это чего-то стоит? Ну а как вы относитесь? Очень часто в последнее время показывают попов, которые позволяют себе дорогую жизнь, роскошь, поведение такое безобразное. Подрался там где-то с кем-то поп на парковке. Что-то как будто постоянно. А надо смотреть на них. Как на это смотреть? Никак не надо смотреть, глаза закрыть. Безобразники. Они будут отвечать перед Богом. Они дискредитируют имя христианина. Златоуз говорит, для многих это пустой звук, вводящий других в заблуждение. Мы это все знаем. И знаете как? Вот допустим взять меня. То есть я к этому серьезно не отношусь. Не задумывался даже о том, что верующий, а не верующий. Но как-то не хватает времени даже об этом подумать. А когда видишь такие вещи, то чаша весов, конечно же, опускается не в сторону церкви. Да какое отношение-то? Это церковь, тебя. Это не церковь. Люди, которые к церкви примазались. Я понял, я понимаю, я понял. Поэтому внутри церкви духовные, они не состоят. Они исчислятся в видимой, которую видим. А видимое и духовное это разные вещи. Вот допустим человек один говорит, а я не учитель. Я не учитель. Но у меня учеников тысячи. Почему? Бог мне открыл это. Я открываю. Но должности у меня нет. У меня гуманитарного образования нет. Я технарь. Это видишь, как Бог делает. А другой учится. А исторический факультет? А что ты там взял? Исторический. В 91-м году в Советском Союзе, еще Советский Союз был, отменены все экзамены по истории. Ответ газеты «Известия» – история страны чудовищно искажена. Вот и все. А мы тогда знали это. Вы когда зайдете на наш форум, еще сайт и отдельно форум во свете Библии, 1600 тем. А если зайдете «Мой мир» и «Игнатий Лапкин», там у нас 22 тысячи фотографий наших, не чужих. Вы увидите наша жизнь во всех отношениях. «Игнатий Лапкин». Я вижу, вижу. Я зашел. Я понял. Я поизучаю. Так, если вам нужно будет по скайпу меня найти, по скайпу «Игнатий Лапкин», я говорю, я один такой. Под этим именем, фамилией. И вы выйдете. Ну, напомните, что мы тут работали с вами. Я понял. Мы сейчас решили записать. Непрерывно матерятся люди и все. Я перекрестился. Вот сейчас брат Володя знает. Я перекрестился и говорю, Господи, дай человека, с кем можно поговорить, рассказать о Христе, о жертве Его. И вы сразу как будто бы ждали. Вот они вы. Вас как звать-то? Спасибо. Константин. Константин, да благословит вас Господь. Вы знаете, как переводится? Нет. Постоянный. Верный. Да, конечно. Имя, конечно, знаю. Конечно. Да. Чтобы... Я тоже технарь. Я тоже технарь. И константу изучали. Да, вот так. Видите, как с Богом. С Богом мы найдем общий язык. Вы на ней смотрите, кто неправильно поступает. Вы на Христа смотрите. Посему написано в 12.2, посланник евреям. Взирайте на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо прилежащей радости претерпел скорбь. Он умер за нас. Мы спасены им. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную, не до лопуха на могиле. А неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Неверующий в Богу представляет Бога лживым. Видите, как? Великое это дело, душу спасти душу. А так-то мы все умрем. Что-то про это говорить. Видите, вы видите, люди, которые там верующие, богаты. А у меня нет, на мне ничего нет. Все это старое-перестарое, заплата на заплате. А мне нужды никакой нет, я так живу. Богатство в нищете духа. Вот раньше, когда, ну, так скажем, в советское время, я на стройке работаю. Мне прорабам уже запрещено, я не работаю. Я бетон вожу на второй этаж. Сколько энергии надо на каталке-то. И у меня в месяц уходило 10 рублей 80 копеек. 10 рублей 80 копеек. А остальное на дело Божие. А дело Божие-то бывают многодетные, больные где-то. Отдельно издавали подпольное Евангелие, туда отправляли. Нам есть, что вспомнить в своей жизни. Вот представьте, 45 лет я начальник детского лагеря, да еще 2 года в другом формате. Сейчас уже 47. Ни одного заболевшего. Ни одного отравленного. Ни одного утонувшего, сгоревшего. А у них пачками под капельницей. Вся озера, только там 9 человек утонуло. И ни рубля не дали, ни рубля. Я должен строение построить, людей нанять, варить, кормить, чтобы было интересно. Купаются, по деревьям лазят, на лодках плавают. Я должен был все вот так дрожать за каждого. И ни рубля, повторяю. Но государство, она сняла фильмы. Когда зайдете на сайт, там увидите фильм «Причустие», заняло первое место на международном киноконкурсе. А в моей биографии фильм «Златоуст из Потеряевки, деревня». Первое место в России. Это что-то стоит. Я понял. Ладно, спасибо большое. Храни вас, Господи. За просвещение я поизучаю вас. Вы меня впечатлили, правда. Да, это пред Господом. Ни одного слова я вам не солгал, запомните. Я понял. Вы увидите все там. Как у нас служба идет, митрополит приезжает. Как мы деревню строим, дороги сами делают, пруды восстанавливаем. Рыбу запускаем с нуля. А одна деревня на всю Россию. Я когда сказал в краевой администрации, не пьют, не курят, они говорят, так у нас тут ни одного такого нету в администрации. Статистика, говорит, врет. Бабы матерятся, мужики все курят. Вот и все. У нас высокопланка поднята. Мы для этого делаем все. Я вот вернулся из заключения, когда реабилитировано теперь. Я еще 18 лет трудился в тюрьме, помогал узникам вставать. По рации выступаю. Даже на Пасху собрали яйца, покрасили, в камеры шли. Там и мусульмане, и кого только нет. Мы прошли шесть мусульманских республик путешествия. Турцию с той стороны Черного моря. Нам есть что сказать. Почему? Бог. Это невероятно, это невозможно. Где мы ночевали? И главное, собака дорогой охраняла. После первой поездки она стала чемпионом Сибири. Я занимался в уголовном розыске, когда-то знаю. А когда второй раз вернулись, он стал чемпионом России. Собака Ураган. И как приехали, тут ребятишки. А там подарили ему ковер-то, коврик где-то. Дали команду. Он на стол заскочил и вот так сел, как зайка называется-то. Голос он подал. Ребятишкам погладить охота. Вы увидите и скажете, это невозможно. Столько радости вокруг. Какие у нас дети. Вот сегодня зайдете, вы увидите, у нас собрание было. Я там выступал на собрании. Первое собрание там. Увидите там. Там брат выступает, священник мой. Он на пять лет моложе меня. Это не игра. Это жизнь. Жизнь насыщенная, полная. Храни вас Господь, Константин. Спасибо вам. С Богом. До свидания.